здравствуйте с вами выпуск новостей активизма команды активатика ну все обещания московских властей по поводу того что новые дома по программе реновации будут хорошего качества что там будут хромированный полотенцесушитель что там будет приличный ремонт все это оказалось ложью и враньем и вот вам пожалуйста живой пример жители из дома по проспекту жукова начинает переселять на карамужскую набережную в дом номер 60 что они там видят ну во-первых они видят что линолеум прям положен без всякой стяжки на пол половина плитки нету они видят совершенно в жутком состоянии сантехнику они видят что эти дома на самом деле требуют такого хорошего капитального ремонта собственно говоря жителей проспекта маршала жукова дом номер 20 корпус 1 такое качество совершенно не устроило и они заявили властям решительно что мы никуда переезжать не будем мы останемся у себя дома и мы будем продолжать требовать другого ордера потому что в такой дом переезжать это просто себя не уважать извините и тут власти им организовали веселенькую жизнь и честно говоря это вообще выглядит как настоящая травля потому что сейчас смельчаки оставшиеся в своем доме и отказавшиеся от переезда в совершенно жуткие условия они собственно говоря оказались оказались в таком осадном положении почему ну потому что их дом сразу отрезали от интернета им отрезали телезонную антенну но это ладно это цветочки что самое ужасное ужасность то что некоторые жители которые уже переехали так сказать у которых там сердце дрогнуло до которые испугались переехали такие не требовательные жители они оставили свои квартиры сразу же в эти квартиры набежали мародеры они вскрыли двери они вынесли оттуда все что можно было вообще вынести всю сантехнику стеклопакеты вырезали и теперь эти квартиры выстужаются такое впечатление что это вообще делается намеренно то есть представьте себе в дом в котором половина квартир стоит выстужается и в эти квартиры сразу заселились бомжи вот на первом этаже в доме по улице маршала лыжукова номер 20 корпус 1 заселились бомжи и на ну конечно жители пытаются как-то отреагировать они вызывают наряда полиция но честно говоря да не всегда помогает от того что жители чувствуют себя совершенно загнанными в угол они решили как-то действовать и вот 10 января они проходят такой стихийный народный сход их требование одно дайте нам нормальные жилищные условия уж если вы у нас отнимаете наш дом в котором мы привыкли в котором нам было хорошо дайте нам другие жилищные условия что еще не нравится жителям в данной сложившейся ситуации но дело в том что их выселяют из дома по проспекту маршала жукова не только по программе реновации но и потому что власти затеяли еще одну стройку они затеяли в этом месте построить метро но если по закону строится метро то жителям должны дать компенсацию а никакой компенсации не предусмотрено то есть власти хитрые решили сэкономить и они решили подсунуть жителям по программе реновации жилье которое раньше из-за плохого качества просто не продавалась то есть по сути это хитрый трюк чтобы не платить честно жителям компенсацию но конечно самое возмутительное в этой истории это методы совершенно чудовищные которые применяются против жителей которые отказываются переезжать вот например по ночам ходят какие-то непонятные личности и они звонят в двери к людям они пытаются открыть эти двери они подбирают ключи вот представьте себе себя в такой ситуации когда спрашивают кто вы то отвечают мы из жилищника и мы делаем все для того чтобы очистить дом который мы мы хотим снести понятно что никаких документов эти люди не предъявляют и опять же власти опять всех обманули почему потому что те люди которые переехали они ожидали что у них будут квартиры больше там на 13-15 метров вот оказалось что все это ерунда потому что их жилая площадь она больше оказалась всего на пару метров а вот общая площадь больше за счет там коридора до балкона но вы же не будете жить ни в коридоре не на балконе поэтому ну не надо верить пустым обещанием которые но людей которые вас постоянно обманывают не умная градостроительная политика она не только в столице она к сожалению по всей стране и в подмосковье тоже и в подмосковье в моих любимых химках не умная градостроительная политика довела до того что жители вообще начали уже отстреливаться 28 декабря под новый год в сходне дело в том что там рабочие рубили лес и делали это естественно незаконно и очень так активно под многоэтажную застройку очередную никому не нужную совершенно ужасно и делали они это настолько непрофессионально что одна просто огромная ель упала на жилой дом в ответ началась стрельба рабочие испугались и убежали полиция немедленно явилась этого не то что извините мародеры которые заселились там в дом под реновацию здесь полиция быстренько появилась и полицейские отцепили район начали активно искать виноватого ну понимаете никого не нашли они пришли в один из домов которые вот они предполагали что там оттуда велась стрельба и арестовали сына хозяйки который вообще пришел намного позже чем случился это этот инцидент молодого человека за что-то непонятно за что продержали два дня в милиции но слава богу отпустили на сегодняшний день возбуждено уголовное дело по статье хулиганство хотя ну на мой взгляд эту статью даже еще покрепче надо возбуждать против властей которые начинают незаконно вырубать лесозащитный пояс москвы в химках и на сегодняшний день проводится слушание по делу сергея репки сергей репка это житель сходни который но на которого подала иск команд команды застройщиков за то что он якобы сломал секцию забора и они хотят взыскать с него 247 тысяч рублей при этом застройщики не могут уже второй раз принести в суд никаких заказ доказательств того что вот их забор пострадал вот именно на 247 тысяч рублей вообще можете представить забор за 247 тысяч рублей вот я себе такой забор представить не могу наверное какой-то золотой у них там с инкрустацией но на сегодняшний день пока что заседание перенесено и никакого вердикта не вынесено а параллельно идет слушание в мозгур суде уже против застройщиков и народ оспаривает вообще законность вот этой стройке в химках не спокойные в регионах учителя села звериноголовская курганской области объявили о том что они будут бастовать с 22 января причина очень серьезная дело в том что уже практически два года начиная с 2016 года им не выплачивают стимулирующую часть зарплаты которая составляет на минуточку 30 процентов и более того их лишили социальных выплат и теперь их доход упала вплоть до упал до 10 тысяч рублей следовательно и без того не очень хорошая зарплата учителей сократилась уже совсем неприлично что собственно их и вынудило к тому чтобы создать свой профсоюз они это сделали в январе 2018 года и 11 января 30 педагогов заявили о том что приостанавливают работу свою и сделали обращение к президенту ну год начался конечно задорно с мародерство в столице со стрельбы в подмосковье и с воровства учительских зарплат в регионах но что отрадно в этой ситуации отрадно что люди объединяются в профсоюзы это вообще новая форма объединения очень важная форма объединения для россии потому что у нас вообще очень плохо с профсоюзами важно что люди организуют народные сходы и важно что в ответ на беззаконие со стороны властей люди объединяются и защищают свои права всеми доступными методами и и и и и Продолжение следует...